Друзья, в прямой эфир. Коротенькая наша пауза подошла к концу, а стало быть самое время приступить к просмотру еще одного матча в рамках китайского региона DPC. Напоминаю, у нас все еще доигрывает первый дивизион и в бой вступают два коллектива. Это Team Aster и Invictus Gaming. Расклады таковы. Team Aster уже на мейджоре. Счет у них 5-0. Им нужно сыграть еще две серии, от результата которых мало и что зависит. Единственное, за что сейчас борется команда Aster, это чтобы побольше DPC-поинтов залутать. Первое место там 300 DPC-поинтов, второе 120. То есть понимаем, что разница велика и хочется закрыть, я думаю, со счетом 7-0 свою лигу, чтобы, ну, в общем, занять первое место, получить больше DPC-поинтов, ну и в целом показать всем, собственно, кто здесь батька. Команда IG решает другие вопросы. IG у нас не вылетит уже 100%, потому что вылетели Aster, Aries и Dawn Gaming. Но Invictus Gaming при каких-то нереальных сюрреалистичных раскладах могут побороться за переигровки на мейджор. Для этого им нужно выигрывать свои две встречи. Первая сейчас против Team Aster, что уже сложно. И заключительные встречи у них будет игра против коллектива Extreme, что тоже непростая встреча. Поэтому посмотрим, что подготовили Эмма и его компания за китайский Новый год, за этот большой перерыв. Будут ли какие-то интересные стратки, будет ли интересное исполнение. Комментирую для вас студия Fissura. На связи с вами Адекват и Морталис. Да, всем еще раз добрый день. Давайте смотреть. На самом деле очень жаль, что Астарарияс проиграли, потому что тогда у IG бы, наверное, даже в мыслях было то, что, ребят, мы можем на переигровки сейчас уйти, потому что у нас два сложных матча впереди. А сейчас они выдохнули как минимум, да. Гипотетически они могут, безусловно, попасть на мейджор, но я сомневаюсь, что две сильные команды подряд они смогут переиграть. Ну, это что-то из области фантастики. Поэтому они тоже доигрывают этот сезон и пусть готовятся уже потихонечку к следующим. Я думаю, что это их потолок. Вот остаться где-то в серединке и не вылететь. Не тот это состав, который может бороться за самые высокие места. По крайней мере, пока. Да, того состава IG остался, получается, только Эмо. Остальные все его тиммейты кто где уже, да. Ну, хотя добились, в принципе, неплохих результатов. Тот же Оли, допустим, который играл на пятерке, он прошел на мейджор. Правда, с юго-восточной Азии, но тем не менее. Джей Ти, который был на тройке, да, в том составе IG вместе с Эмо. Он сейчас за экстрим гейминг и шансы на выход очень высоки на мажор. То есть, ну, Fly Fly уже не играет, мы знаем. Поэтому пока, да, вот все бывшие тиммейты Эмо, можно сказать, добились хороших высот, хороших результатов уже. А вот Эмо с своей новой командой, с новичками, с молодежью, можно даже сказать, пока плывет. Пока плывет, и выйти на мажор будет нереально трудно. А у Эмо, ты не знаешь, какой там контракт вообще? Он надолго в команде? Кажется, он сам-то не хочет в таких составах катать. Ну, то есть, чтобы либо он ушел, либо к нему подбирали людей, может быть, других совсем более способных. Не знаю. Сам по себе-то он сильный игрок. Конечно. Ну, годами доказывал он это. Ну, видишь, пока вот пробует с молодыми поиграть на керри позиции, как-то расширяет свой пул до-сюда. Поэтому, ну, посмотрим. Не знаю, может быть, действительно контракт там привязан к организации. Может быть, так. Единственный, кто не ушел с этого, с этой арки. Ну, в любом случае, они слот на своем первом дивизионе уже сохранили, как минимум, да. А там китайский решафл, камбэкнут какие-то олды. Может, какой-то ик снова приедет, мэби вернется. Да, ну и, собственно, чилист там какой-нибудь. Ну и попробуем. Порешафлится. Может, Эмма найдет себе новый дом какой-нибудь. Ну, или в рамках Invictus Gaming соберут боеспособный состав, если вложится. Короче, непонятно. Ну, я думаю, что первый мажор без Эмма все-таки пройдет. Действительно. Ну, переиграть Астр, переиграть Экстрим Гейминг, ну, сродни с каким-то невероятным, наверное, достижением, сенсационным каким-то результатом. Ну, ладно, ладно, посмотрим. Посмотрим. Первая карта. Драфты уже на ваших экранах. За бруды начинают IG. Получают Марс ЦМку. Миран от Invictus Gaming. Астр пикает Дизраптор. У Астр очень простой такой понятный пик. Без экспериментов каких-то. Да, есть ловец на бруду. Достаточно сильные линии получаются. Хороший герой. Хороший герой против двух саппортов. Очень неудобно и на Кристалмейден, и на Дизрапторе против него играть. Ну, Марс наверняка в сложную. Не, не помню, чтобы Астр в МИД его брали. Шарау, Фейнт. Для Эмо, наверное. Покерировать немножечко. Конечно, сочетание коргероев интересное. Сэв плюс Бродмазер. А точнее, сочетания вообще никакого. Да и в целом, если добавить на саппортов, я вообще не вижу ни одной комбинации в этом пике. Парочка ненадежных станов. На коргероях станов вообще нет. Контроля нет. В виде все это просто забирается для Мане Морфлинг. Понимаю, что, похоже, будет чуть ли не идеальная игра сейчас. Для Морфа. Я вообще не понимаю, как его быстро убить. Из Берста нет, Маги нет. Просто удары с руки. И вы как-то как раз пикали Invictus Game, но мне кажется, что они драфт уже проиграли. Нет еще? Да есть, конечно. Ну, я думаю, что не Эмма будет на СФ играть. Даст играет? Я думаю, даст, да. Даст уже играл. В этом сезоне конкретно. Эмма реально на новой позиции как будто бы пытается поиграть на всем, успеть поиграть на всем. 10 героев уже брал. Можно еще. Всегда, когда вижу Морфлинга, хочется вспомнить про Фантом Лансера. Вот недавно буквально смотрел игру, где Марс и Морфлинг были против ПЛ. Вели, доминировали и играли с этими героями ЕГЭ, но уступили команде Бесткост. Кейван там бэкнул. Ну, в таком случае это все так тоненько. Так долго терпеть придется. Кто играть дот-то будет, пока ПЛ будет фармить? Но при этом убирают Кунку, который против ПЛа тоже неплох. Улетел легчайшая абсолютная игра для Фантом Лансера. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. А куда ты его планируешь поставить? Да в легкую. Сэпп, нет. Три ловкача без станов. Вот я и говорю, это самое страшное, да. То есть здесь от Бруды многое зависит. Нужно все, наверное, командные артефакты купить, которые есть, и про Кримсом вспомнить. Просто чтобы был, знаешь, чтобы добавить. Тут и массы команд, и тимулкача. Осталось 5 секунд. Мне надо как-то связать этих героев. Не знаю, я больше за Шадо Финда Керри, наверное. Все-таки Брудал Флейн. Хочу Мид. Ну вот так же думают Астра. Заванили Панка войдет Спирита. Пока нет, да. Что у нас есть? Эмбера тоже нет. Против Марфа. Тини тоже нет, чтобы проказ давать. Нужен контроль, станчик какой-нибудь, не знаю. Праймал Спирит. Праймал Бист, господи. Праймал Спирит, я думаю, что это за герой такой же. Смотри на Вайт Спирит и говори Праймал Спирит. Ну, Праймал Бист может быть. Может быть, неплохой вариант. Когда-то для Эмма сигнатурный персонаж. Может, реально Эмма вспомнит молодость. В центр пойдет. А Шадо Финд отдаст на Керри. Так. Ну что Астер? Ну, нам нужен просто Мид против Шторма. Это просто ДП для пуша? Не знаю, настолько аутдрафт у Астер, конечно, на мой взгляд. Да, Эмма реально Шторм Спирит. Он реально в центр вернулся. Недолго, конечно, на Керри поиграл. Недолго. Ну, видимо, даст совсем не исполнитель на Шторме. Ну, просто для Эмма это настолько классика. Ну, мне тут больше всего нравится, что взобрали ДП. Ребят из Team Master. Они таким образом решили вопросы с пушем. И если игра будет складываться для них хорошо, они могут достаточно уверенно подниматься на ХГ и быстро выигрывать. Без Tower Damage тяжело. Ну, вот посмотрели одну из предыдущих карт, где команда имела большое превосходство. Но долго закончить не могла, просто потому что герои не били вышки. Ну, команда IG, если что, для пуша есть бруда. Тоже приятно. Ну, ладно, посмотрим, друзья, что получится. В общем, пожелаем удачи IG. Я думаю, что им удачи больше пригодится. Ну, с БКБ комфортная игра для Шторма все равно. Саппортов щелкает. Марс не сильно боится. Марс не просто попадает по Шторму. На скилухе может, что он зацелит. Ну, как я ему так сказал. Делать это надо довольно быстро. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, ну давай, Эмма, показывай свою скилуху. Фирменный Шторм Спирит, на котором когда-то, давным-давно, с прошлым составом Эмма Мейджор брал камбэков. Ой-ой-ой! В серии против ЕГЭ, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Коуд Комфорт. 0-2 помнишь, летели? Подожди. А не... 4 ли Шторма было от Абеда? А-а-а, может быть так. Подожди, а на Ком Эмма ставил вопросительный знак? На Эмберит был вопросительный знак. Либо на Войде, либо на Эмберит. Точно на Спирит, вот на ком-то из них. Но это был не Шторм. А, Шторм от Абеда был, да? Да. Понял, понял. Ладно. По-моему, у него было 5 Штормов. Вот 4 точно, возможно, 5. Да, возможно, возможно. Так, давайте коэффициенты посмотрим от нашего партнера Бэтбум. И что предлагается? 1.28 на матч на коллектив Астер должно быть. А что у нас показывает на IG? Так, погодите. Нам надо все это поменять. Это у нас неправильные коэффициенты какие-то. Сейчас покажем какие-то правильные коэффициенты. Чтобы вас не путать. Во, 5.5 на победу в матче Invictus Gaming. 1.12 на коллектив Астер. Это больше похоже на правду. Не забывайте, друзья, 100% бонус на первый дип-1 от партнера по ссылочке по трансляции. Выходит Астер за ФБ. ФБ сделать здесь пока не получается. Законтролить большее количество баунти-рун тоже. В итоге по 2. Ну и разбегаются по линиям. Да, вот коэффициенты на карту. 4 на Invictus Gaming. 3.6. Коэффициент даже упал немножко. 1.26 на коллектив Астер. Ну посмотрим. Очевидно, что Астер будут явными фаворитами здесь. Но как отразился Новый год китайский для команд, для игроков большой вопрос. Может быть, может быть, будут какие-то нюансы. Может быть, Астер вообще не тренировались, праки не играли, в то-то не катали. Сейчас на скиллухе тут попробует Invictus Gaming развалить соперника. Но если тренировочка у Астер была, шансов 5G будет немного. Бабока здесь подставляется. Кстати, Shadow Rays. Это, возможно, будет ФБ. Удары в спину. Есть. Shadow Rays от Астер. Отлично сыграно. И, пожалуйста, Фёрст Бат на Бабоке неплохо сыграно. Ну и линия такая достаточно опасная. Дизраптор здесь со второго уровня еще больше проблем будет испытывать. Клокверк возьмет себе Коги. Выбегать будет невозможно. С третьего левела СФ и Марса можно будет даже пробивать. Стараются с нулевой задоминировать IG здесь. И пока получается. Центр ДП. 4-0, Штарм Спирит 5 на 1. Линия все равно против ДП, конечно, непростая. Постоянность перед Сифоны. Нужно это иметь в виду. Отходить. Ну, не знаю, как сейчас на Штарме играть на Медовом. Не самый популярный мидер, очевидно. Ближайшего кэмпа Леснова нет. Раньше вот здесь кэмп был, на котором мидеры все время качались. Камбэкали, если что. Сейчас стало чуть сложнее. Сейчас надо лучше линию стоять. Лучше руны воды контролить. Ну, или там просто ходить и гангать. Чтобы сперить все-таки больше. Просто чтобы подкачаться. Эксесса пытаются убить. Еще один фраг от Даста. Два убийства снизу. Ну, вот, кажется, как минимум, оффлейн команды Астер неплохо отметили Новый год. Что-то пока просто фидонит. Линия непростая у них все равно. Дизраптор, он, конечно, с четвертой позиции раньше, например, Аганим получает. А что его хочется всегда получить. Но в то же время, ну, на пятерке гораздо, мне кажется, герой убедительнее выглядит. Просто четверки, которые должны создавать потом какую-то игру для команды, не подходят, мне кажется, на эту позицию Дизраптор. Ну, либо очень ситуативно подходит. промежуточных вещей, которые бы хотелось там до Аганима видеть, ну, можно и на пятой позиции вынести. Форстап, какой-то Глимер. Ну, да. Ну, согласен, да. Мне Дизраптор 4, наверное, тоже не очень нравится. Так, Эмо в центре против FXWY. Эмо! Мисс! Тычка! Ладно, как же мисс сейчас спас Эмо? Вообще, разменивался он плохо для себя. И здесь должен был быть фраг от ДП, но реально просто повезло Эмо. Не был наказан. Большая пачка идет. XWY. Пытается Эмо помешать. Да, вот так вот донать крипов. Опасно, но интересно. При этом по крепостату Эмо получше. Отснать и Клоквер погибает снизу. Но удалось хотя бы XXS и Бобок 1 килл какой-то найти на этой линии. Ну, важно, конечно, Шадуфинда все-таки остановить. Мы и так и подарили ему ФБ. Подарили ему лишний фраг. Цепси что-то несет, по-моему. А, ну, фалкан готовый. Какой-то интересный глимс. Даст. А, фалконблейд для старта, для ловкача, здесь абсолютно хорошая идея. Там, на дровке также фалконблейды эти покупают. С маной проблем не будет, Шадуфиндер использовать. А если ты быстро покупаешь, с учетом того, что у него был ФБ и лишний фраг, то, конечно, все великолепно. По четвертую минуту стягиваются саппорты, причем двух саппортов стянул Эмо для себя, чтобы законтролить руны воды и оставить ДП без бутылки. А ДП-то и так без бутылки. И у нее два рейсбэнда. Модная сборка сейчас обычно на оффлейнерах так покупают. А тут бруду поймали. И морфлинг плюс кристалмейден делают убийство. На бруде. Фраг достался 7СС. Частлив, доволен. На морфлинге очень важно получить хороший старт. Гораздо проще будет потом с брудой справляться. Конечно, они могут с Марсом поменяться местами, когда бруда вынесет себе 6-й левел. Ага, есть все-таки соло фраг в центре. И все-таки XWY переиграл. Но должен был погибнуть Эмо и раньше. Смерть его нашла чуть попозже все-таки. Но в любом случае ДП доказывает то, что лейнет он не хуже, чем Эмо на шторме. А Эмо, может быть, уже и позабыл, как центр постоять. В этом сезоне переориентировался на керри. Я уверен, и практиковался. Он тоже в пабликах больше на керри позиции. А мид уже практиковал поменьше. Как бы там ни было, XWY красавчик. И выносит Эмо на 500 колды уже за 6 минут. И начинает по крипстатам отрываться Астар. На всех линиях. Даже Шедуфин как-то просел. С того, как один раз Клокверка убили. На самого СФа-то толком не нападали. У него лоу ХП. Он боится подходить. Страшно. Дизраптор может зацепить. Цепляет, правда, не СФа. Ну да, сдал пару Шадоу Рейзов. Но разменом здесь и не пахнет даже. Пока, да, Клокверка выгоняет с этой линии. Потом, если Клокверка вдруг притянется в центр, допустим, чтобы помочь Эмо законтролить руну, то останется Шадоуфит один без прикрытия, и его можно будет спокойно убивать. Но под 6 минуту хорошо играет Инвиктуз Гейминг. Контролит руну. Забирает полосы на Миране. Опять-таки, XWY вообще как-то играет без бутылки. Ему вообще плевать на эти руны в целом. Главное, не отдавать Шторму. Ну, Шторм эту руну и не забрал. Ну, Миран на топе. Так, и что на хосте мы сможем исполнить? Есть фаст урна, кстати, у Полосома. Хочется найти какой-то килл, чтобы урну зарядить и доминировать. Стрела в героя не попадает. Просто ломает катапульту. Экзорцизм в центре АТП. Ой, Глимс. Ой, Шторм. А как разыграть? Есть Болл Лайтник. Уйти. Ну, маны хватает. Спокойно будет уходить. Бобока не выживет, судя по всему. Тайв не прошел от ДП. Силушку свою хотел показать. Но Дизраптор пришел на фидил. Залетили урну. Сразу повесили урну на Шторм Спирита. И ДПС с экзорцизмом не запушил особо ничего. Ну, стянули зато саппортов, да, в центр. Потому что ослаблила линия на топе, где Ирвинг один остался. Ему больно. Что-то Финт вот ближе к лесу начинает играть. Потому что тоже побаивается. Там у Марса уже шестой. Арена. Играет без Солу Ринга. Просто кейнг был сами у нас XXS. И хочет блинг сделать. Солу Ринг нынче дорогой. Покупать не хочется прям совсем. Ну, любой плюс один они СФ убивают. Вообще. Даже кристаллмейда. Убивает на топе Сиамеса. Подловили в Коге. Хорошее убийство на ЦМке. Ну и вниз перетяжка. Так, да, догадается ли Даст уйти. ДП здесь. Экзорцизма, конечно, нет. Задача просто убить Шадо Финта и пробовать пропушить линию. Шадо Финт. Надо почувствовать. Надо уйти Даст. Здесь небезопасно. Или переждет. Кликает, кликает. Просканировали. Да, знает, что Шадо Финт рядышком. Оп, Даст. Рейквим. Телепорт. Глимс успел. Нет, неплохо сыграл. Нормально. Я думал, сейчас идеально все сделает Даст. Рейквим, телепорт. Но Бобок успел выйти из фиры и дать глимс. Значит, Даст все-таки был неправ. Надо было уходить пораньше. Ну, вышку без экзорцизма все равно долго будут пушить Астер. Подходит. Наверное, с этого захода не должны справиться. А параллельно сами Айджи будут пушить вышку. С брутою. С пушкой уже есть. Могут даже быстрее это сделать. Должны. Называйте, друзья, про наши партнеры Бэтбум. Бонус 100% на первый депозит. Забрать можно по ссылочке под трансляцией. Регистрируйтесь. При регистрации укажите промокод DPC и утваивайте свой первый депозит. Так пишет Найс Фризит. В АПС в Альтабе. Нет, ребята, здесь дело в китайском сервере. Периодически китайский сервер подводит. Коннект у нас с китайским сервером далекий все-таки. Находится очень-очень далеко от нашего местоположения. Поэтому периодически такое случается. Я думал, такое у меня Фризит. Нет, нет. Даже как-то промолчал, так называется. Не только. М-Амана есть, то пригвоздили. М-А не затоджил. А добить? А добить-то нечем. Могут разыграть Старшторм. И двух героев похоронить в команде Астов. Помощи не хватило. Там где-то Клокверка взяли. ХВ и Бобока. Туги 2 в 1. СССР стягивается в центр. Не хотят ДП отдавать вышку. Экзерцизм скоро закончится. Вообще принять ДП. Был бы Глимс ворованный какой-нибудь в Дезраптора. Да, можно было. Но Шторм лететь не стал под ДП, испугался. Так, контролица... Ну, Стрелу не запустили. Стрела-то была. Даже не попробовали. Кинетик. Шторм залетает. А тут приходит Бруда внезапно. Фризинг Филд. Ад Си Ами Асан. Надо добить его. Добивает. Он успел довольно много урона нанести. Стрела. Регом оф Соллс. Все это залетает ДП. И ДП лишили жизни. Хорошо. ИДЖИ впятером. Но справляется. Марс приходит. Правда, опять разменивает. Кью и Кью Икс на Клокверке. В 1 вновь. Но ИДЖИ должны быть довольны тем, что происходит. Убить ДП это сейчас мега полезно. И начинают пушить с Катапультой. Ну, здесь, конечно, не отдадут вышку. В коем случае. Глимс. Ой, в статик Шадо Финт. Забыли про Бубоку. Глимс третий. Еще и пригвоздили Шторма. Шторм Мана есть. Но, правда, Вортекс получает от Марфа ворованный. Бубока. Типы. Все типы Манеза. Красивый, исполненный момент. Он просто превратился в Марфа и дал Вортекс в Шторма. Просил превратился как раз в Шторма, чтобы дать Вортекс в самого Шторма. И просто в народном месте делают два фрага. Только, вроде, момент выигрышный для IG был. Теряют первую-вторую позицию и астроплюсь. Да, IG, вроде, неплохо катают, да? Фрагов много делают. Но вот фактор морфинга никто не отменял. И он качается. Он топ-1. И вряд ли планируют в ближайшее время эту позицию отдавать. Не, у Манеза тут фри-игра, конечно. Ничего не сделать. Я не знаю героя, который способен морфинга победить. Берста нет. Перекачиваться ему никто никогда не помешает. Контроля нет. Сквозь БКБ контроля тоже нет. Ну, только хукшот разве что. Не знаю. Мне кажется, просто, просто если АФК режим станет Мане, и команда будет даже фидить. Морфинг появится один на минуте 30-й и закончит игру. Есть такое ощущение. Тяжеловато купить на пятой позиции. С четвертой позиции все-таки попроще. Мне кажется. Мельтит Клокверк наверх. Со Штормом, видимо, планирует куда-то пойти. Или что это за телепорт? Для чего он туда? Ну, не знаю. Вард поставил какой-то. Ну, у них нет вижена вообще на чужой половине. Глимс снова. На этот раз полосом. Ну, против Глимса помогут, пожалуй, только БКБшки. Их и надо покупать в скором будущем. Но пока Шторм пытается вичплейте приобрести первый артефакт. XS прыгнет ли в эмо? Ракетка залетает. XS артефакт что видели? Хотя, пролетая мимо, может быть, заметили. Ну, агрессивный билд Тотема могут наказать за это. Пару раз подставится, из контроля не выйдет. Вичблейд просто не сработает. И SF ведь тоже не сразу начал покупать себе БКБ. Уже вижу, как Марс с блинка прыгает, цепляет обоих. Игра заканчивается. Ну, подобный сценарий вполне может быть. Так, у нас такое вот мельтешение. Да, Астеры ведут преимущество 1000. Вроде не так много. Давайте посмотрим, коэффициенты как-то поменялись или нет. 1.17 на Астер. 4.5 на Invictus Gaming. Все еще вера мало. XS прыгает. Ставят, тем временем пригвоздили Shadow Finder. Дали Silence. Шторм залетает в спину. Пытаются биться порта. Стрела мимо. Летит. Статик поставили на Шторма. Убили. Клокверк тоже здесь. В бою не уйдет под спирит сифонами. И Мане. Мане просто липы использовал. Превратившись в Мирану. Взял Хейст. Ищет соперника. Но полоса на Moonlight Shadow здесь. И будет убегать. Будет ускользать. Хотя Morphing чувствует, что где-то здесь может быть Мирана. Но не найдут. Хороший файт. Ну, то, о чем мы говорили. БКБ-шикет. Накрываем ареной. Накрываем копьями. Саленсами какими-то. Играться тяжело. Как будто бы плана на игру, да, у IG? Нет. Героев набрали. Индивидуально делают периодически. Какие-то неплохие действия. Но вот как это все соединить? Как вспомнить про то, что существует Morphing? Как попытаться им помешать играть? Непонятно. Да, много вопросов тебе. Ответов нет. Ну, может, что-то придумают. Надо качаться. Надо развивать Shadow Finda. Вот купят БКБ, будет попроще явно. Пока Falcon Blade, Mom, Dragonlands. Куча промежуточных таких слотов. Не очень дорогостоящих. Хитпоинтов маловато, конечно. Еще 800 спотт на силу. Ну, без БКБ неиграбельно. Ни Штарму, ни Shadow Finda. Просто никак. Ну, Бруда себя как-то защищает сейчас мега и грифсами потенциальными. Остальные без помощи. Без сейва практически. И в любой арене, под любым Сайленсом ДП будут умирать. Ну, и Мэнэ, конечно, тоже видим в форме, в фокусе. Ну, это как самый стабильный керри Китая, возможно. Нажимает кнопки, превращается в нужных персонажей. Там, где надо, Липы, где надо, Вордекс, Штарма. Все используется. Играет 2.03. И, собственно, вопрос о том, что делать с Morpheum. Они уже стоят очень серьезно на этой минуте, на 16-й. Хотя Morpheum еще даже и половину своей силы не набрал. Шот мимо. Ну, он сейчас просто купит себе Аганим. Это такой прекрасный артефакт и против СФ, и против Штарма. Ну, и, в принципе, все. Игры у СФ после этого Аганима уже практически не будет. Это мастер, мне всегда поражало, что эта команда, несмотря на то, что, ну, сильная, да, и явный фаворит там против большинства сейчас в Китае, они так дисциплинированно всегда играют. Вообще никуда не торопятся. То у нас бывают команды, например, в Восточной Европе, которые пытаются закончить там за 20 минут, типа, да сдадутся. Точно сдадутся. Мы сильнее на три головы. Нет, здесь аккуратненько. По методичке. Да, при том, какая-то концепция, видимо, живет в самих игроках. Даже не в тренере, потому что... Раньше я думал, что это Ланем их заставляет так играть надежно, да. А Ланем сейчас ушел, его в команде нет. Вместо него пришел Ротикей в состав Астер. Тренировать. А дисциплина, вот, как будто бы осталась та же самая. Ну, видимо, какие-то эксцесс Бобока, да, как... Основа, костяк. Ну, и Мане, естественно, тоже. Знаю, что делать надо, как нам добиваться побед. Самое важное. Дисциплина и Бобока, да? Я понял. Ну, кто-то же заставляет их не идти так, куда не надо идти. Опять, кстати, Шторм подловили. Блин, есть ощущение, что пока БКБшки выформят Инвиктус Гейминг, там Дизраптор купит себе Аганим просто, и эти БКБшки все равно работать не будут. Что-то мне подсказывает. Ну, кстати, да. Он уже две части, да, купил эту кинулую? Да, уже две части у него есть. Да, будет забавно. ИСФ купит БКБ, Дизратор купит Аганим, они встретятся. Дизратор просто раньше нажмет эту кнопку, и ИСФ просто выйдет. Бегам оф соус, Клокерку помочь, стрела мимо. Так, сервер. Не мешай нам доту смотреть. Нашли Клокерку, убили, Бард сломали здесь. Ну и можно под что? Под экзорцизом можно пробовать сертва. Тут еще и Морфик, видишь, Аганим приобретает, то есть он будет превращаться в Шадо Финда. Воровать у него статы. И Шадо Финд станет еще и скутнее в своих характеристиках, да, в своих возможностях. Вообще даже без экзорцизма ломается из тюрьма. Да, в какой момент времени игра закончилась, Вайджин. И они успеют. На самом деле это так незначительно, вот этот первый Рошан. Ну, тут скорее важно, что сопернику Аегис не дадут. То есть там Морф с Аегисом, да, это все, это идет рон ломать. А так вроде Аегис у него нет. Можно что-то придумать. Так, кукшот паучков. Ну, Бабока глимс через пять, там XSS просто прыгает, забирает героев. Есть грифсы у Бруды, на что XSS на тройке отвечает БКБшкой. Блин, БКБ. Максимально атакующий боевой билд. Ну, что с Аегисом, Шторм Спирит все-таки даже не Шадо Финд. Ну, вообще это правильно, потому что SF-то все-таки БКБ свой купит, а у Эмма БКБ даже не намечается. Еще у него бичплейт, Кая. Да, я даже думаю, не только из-за БКБ, а в принципе потенциал Шторма с Аегисом повыше. Ты там можешь один разочек на всю ману влететь, погибнуть, стать полманой. Ну, все, Астар могут даже против Аегис к большому счету идти. Прокликают, видят, что БКБ нет. Наверное, дождутся агоним на Дизрапторе и потом уже будут играть агрессивнее. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, опять же, у него это все в руках, это тоже можно все заметить и быть к этому готовым. В поисках интриги в этой серии, конечно, в первой карте пока все выглядит очень тяжело. Вот, кстати, Шторм поставили. Ну, это просто прогреваемый SF-а. А там хукшот. О, хорошо, Клокер будет сейвить. Рекомов соус, может быть, забрать. Телепорт. Копье! Под реком не поставилось. XXS, даст. Как не вышло, ККХ уйдет. На него тут не было внимания, никакого главная цель. Это Шадуфинд, его и убили. Легко. И очень уверенно Бобока начал эту атаку. То есть он начал ее задолго до того, как тиммейты оказались рядом. Они пошли где-то на уровне руны. Плюс-минус. Тем не менее, все было просчитано. Идеально. Да, команда подоспела. Слушай, мне вообще не нравится... Ну, как не нравится? Я просто не вижу в игре бруду. Хочется понять, да, смысл этого драфта. Потому что вышки мы не пушим особо. Мы один тавер забрали за 22 минуты. Сейчас второй, кстати, сгрызет. Гривцы вроде есть, но... Что-то импакта как будто маловато от этого брутмазер. Постоянно видим X-XS, который инициирует, ставит арены, копья ставит. И бруда, которая просто фармит. Только на модели нападать было. Ну-ка, интересно. А как это стапится? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вортекс и... Хорошо. И еще немножко. Хорош! Не дали перекачку нажать. Классно. Классно. Реализовали невидимость на шторме. Вообще довольно много денег насыпало. Странно, что как будто бы... Вообще не дали... А, так это полосом все забрал себе. Лол, фракта мира не достался. Я думал, шторму. Да, лучше бы шторму. Сто процентов. Там и БКБ. До БКБ бы оставалось полтысячи буквально. Ну, я жду Аганим Дезраптора. Вот для чего он был взят на четвертую позицию. Это не всегда круто, но тот самый случай, когда получилось купить быстро. Все, он куплен. 23-я минута. Пятерки Дезрапторы могут только мечтать об Аганиме на 23-й минуте. Согласен. Ну, ты тоже, видишь, Аганим-то купить-купил, но без блинка. То есть надо видеть как-то до далеко стоящего Шадоу Финда добраться, чтобы поставить статик сверху. Другие пусть добираются. Марс есть, морфинг есть. Команда разминулит. Смотри, одни и другие нажали по смолку и в чужие леса зашли. По движению Курьера сейчас поймут Эйджи, где соперник. Нажимает сами смог. Так, интересно. XW уже показался. Бруда в хорошей позиции просто чекает. Как будто игра под Рошан. Но Рошан-то нет. И еще не скоро появится. Шторм летает на Марса. Так, залетает стрела. Нажать БКБ. Нет, его идеально запустили. Грессы не спасут. Ну и все. Контроля хватило. Неужели будут тратиться? Статик. Дезраптор. Внезапный. А, на шторм с Аегисом. Хеллоу, я забыл, что у Сторма Аегис. БКБ уже было использовано. Зажимают. Но XW так просто не забрать. Так, кнопки. Байбекается Клок. Шторм летает. Жизнь свою первую. Но сейчас Статик нужно поставить по респауну. Статик. И все. И Шторм появится в Саленсе. А хватит ли сил его забрать? Фризинг Филд. Нужно урон. Бьет. Морфлинг с СФом гоняется. И добивает СФа. А вот теперь у самого Эмма. Не, они все равно Драку выиграли. Даже вчетвером. Без Марса. Даже без Марса. Ладно, там без ЦМки выиграть Драку. Но без Марса. Который ни одной кнопки не нажал. Ну да. Причем Шторма-то убивали дважды. Ну, грамма-то под Вардом спрятались. Так, вардец поставили. И под него уже было легко там поставить Статик. Переждал во Бока до последнего. БКБ Шадоу Финда переждал. Первую жизнь Шторма переждал. Попрятался, попрятался. Потом выскочил, Статик поставил. Ну а Морфлинг, то что мы говорили, да. Морфлинг просто, ну, уничтожает и все. То есть, ему даже Марс не нужен. Он уже, он сильнее, чем Шадоу Финд. Он доказывает. Он просто идет и убивает. А чтобы IG кого-то убили, нужно весь фокус в одного героя давать. Весь абсолютно. Нихауе дамеджа тут очень мало. И вы, стрела, вортекс, фукшот. Вот все вы даете, чтобы фокусить одну цель. В этот раз выбрали Марса, но остальные вас поубивали. Выберите Морфинга. Не факт, что вообще убьете. Он слишком крепкий. Какая-то тяжелая игра и безвыходная ситуация. Но чувство безысходности не покидает с самого начала. Уже здрав командовать. А почему берут Бруду? Потому что просто популярная. Вот знаешь, тогда так бывает, когда метовый герой, и люди не могут мету игнорировать. Ну никак. Это второй по популярности герой после Лины. Она вбанится значительно чаще, чем берется, понятное дело. Но в итоге команда думает, что с ней хорошо получится. Иногда просто цель взять, а дальше будь что будет. Ладно, ждем Рошана второго, я думаю. Пока минимальными ресурсами попробуют забрать вышки внешние. Если удастся выиграть драку за Рошана или просто забрать Рошана под Аигис Шард, будут уже подниматься на ХГ. Ну, по пути. Т2 снесут, я думаю, последнюю. Как можно еще получить поверспайк какой-то на героях Айджи? Ну да, БКБ нужно было для Эмма. БКБ он купил. Сейчас очень важно будет на файте на Рошане, если он состоится. Шадуфинд, ну, Скади не доберет себе. Однако тоже есть Блокинг Бар. Бруда купила Владмир, хочет Рейспак. Ну, Рейспак, понятно, что немного ослабит. Исходящий демэдж команды Астер. Что, наивненько будут нападать? Арена, поймали. Копье. Быстро. Рейкома в соус, там БКБ-шку использовал. Мане просто не отбивает. Эмма пытается кого-то вкусить. ХВ, вот она цель. Там грифсы, там хилы. Минус 2, нет. Ну, тут после такой атаки на бруду, которая с грифсами играет. И если ее быстро убивает, как Путинфайт служит не хочет Сайджи. Ну, попытались, нажали кнопки. И не знаю, Астер-то знает, что соперник, во-первых, в меньшинстве, а во-вторых, кнопки все потратил. Но нет Рейкома, нет БКБ. Есть экзорцизм. Есть глиф, правда. Выпили глиф. Можно отойти. С другой стороны, экзорцизм только-только вызван. Как будто хочется его полноценно использовать. За спиной где-то Рошан уже мог появиться. Рошан тоже манит. Стрела. С продолжения. Ну, что линию просто заберем. Шторм врывается, туда-обратно опять. Есть ощущение, что Эмма рано или поздно доиграется. Получит статик. И отошли. Да, дисциплинированная Астер, то, о чем мы говорили. Видел, да, что у Мирана появился? Солор Крест. Недавно буквально слушал, как Лекс удивлялся, почему этот предмет вообще не появляется. Я тоже, если честно, удивлен, что он такой редкий. Реже покупают только Дагоны и Этернал Шрауд. Вот как же так, да? При том, что бонусы, казалось бы, не самые плохие. Тут понятно, Сэфа якобы бафает. И он ведь недорогой, этот артефакт. Относительно. Но почему-то совсем не востребован. Лотусу гораздо больше приоритета дают постоянно. Ну что, какими-то окольными путями пытается обойти ТиАДЖ. Не понимаю, что это ол-ин. Это нужно драку за Рошана дать последнее. Если выиграем, еще продержимся. Астер тоже понимает, они встали под варт. Они просто ждали соперника. Соперник уж очень глубоко обходит. Может быть, стелс Рошана ТиАДЖи? Они уже так Рошана забирали. Нет, они выходят, они будут рад. Ставится варт. Фукшот сразу в Марса. Со спины Шторм Спирит. Морфик БКБ нажал. Моментально будут уничтожать QI-QX, а Байонет. Монлайт Шадоу и бежим, да? Копьем мимо. Шадоу Финт, БКБ, Телепорт. Тут больно... Чуть не убили прям в Телепорте. Не получился выход. Соперник стильнее просто. БКБшке ничего не нажать. Все, Рошан. Плюс Шард. И можно идти заканчивать потихоньку. Шард в Марфу классно, потому что в контроле и так нету соперника. А если даже какой-то станчик залетит, он все равно сможет перекачиваться. То есть как будто вообще... Без шансов этого Марфа убить впоследствии. Не, Шардо дали ДП, кстати. У него страх будет. Фир тоже хорошо. Моне решил, что Аегис ему хватит. Раз действительно контроля мало, так он и без Шардо справится здесь перекачиваться. Ну что ж, ждем экзорцизм. Экзорцизм есть. Выбираем линию. И идем пушить. Собственно, что ждать-то теперь? Да нечего ждать. Надо реально идти заканчивать. Ну это Астер. Они пойдут еще 5-6 раз, убьют где-нибудь одного героя. И только потом соберутся. Пока вы, друзья, можете собраться и заполучить бонус от нашего партнера Бэтбум. Бонус это 100% на первый депозит. А чтобы его забрать, нужно зарегистрироваться по ссылочке под трансляцией и при регистрации указать промокод DPC. Все три линии пытаются столкнуть Астер, но IG постоянно героев отправляют. Мы видим на боковые. Мирана сверху, SF внизу. Значит, надо просто по миду собраться. В таком случае. Крипы вон подходят. Существует просто Фиак Викса. Ну так себе прыжок. Так себе арена. У одного героя. Шторм до Бобоги докопался. Там Глиммер, баф. Эмма телепорт. Ой. Ой, Эмма. Не, нормально, нормально. Прочитал. Знал, какое у него количество секунд имеется. Так, ну что, база горит. Так, что будем делать? Глиф есть. Из арциза пока не нажимается. Ломается рейспакт. Как-то Эрвинг его дешево отдал. КД запустил. Попытается поймать Шторма. На полете. Ну разочек подставится Эмма. Будет больно. Ну так а чего? Трон? Или дисциплина? Дисциплина. Глиф. Обратите внимание, что ХВА до сих пор экзоцизм не тратит. Что, жилеты отойдут? А, крипы закончились. Да. Там, крипскип идет. От Шторма крипскип. Нижняя линия тоже отошла от базы. Ну, в целом, запас по Егису еще большой. Это две минутки, поэтому... Не спеша. Идем к крипов. Шторму нужно придумать еще один боллайтник какой-нибудь через телепорт, чтобы пачку снять. Да успеет. Две минуты до конца Егису. Успеет и на третью сходить, при желании. Либо сдадутся IG после того, как драку здесь проиграют. Вот он экзорцизм. Может, он хотел 18-й поднять перед... Поймали, Бруду. Арена. Кукшот спины. Попытка убить хотя бы... Кого-то. Да, до Бобока. Кстати, что он, кстати, неудачный? Стрела залетает. Можно убить из Раптора. Но там грифсы. Грифсы лечат, как могут, Бобока. Нет, Бобока все-таки сняли. Зажимается Болосом. QIQX тоже умирает. Саппорты. 1-3 получается. Тимфайт прошел здесь за командой. Астрагис не был потерян. Ну и, да, в принципе, сторону сломали. Можно отойти, ждать следующий экзорцизм. По классике жанра. Да можно и не ждать. Их больше. Байбеки выбивать. Необходимо. Глокверка, наверное, уже не получится развести. А Мирану вполне. А если не разведут, тогда просто потеряют третью сторону. Сейчас IG. Потеряешь, но будут сражаться. Есть трон. Это IG. Они никогда не сдаются. Сюда им обрывается. Есть грифсы. Одного, второго рейспакт вызвали. Ну и просто Астер отойдут. Нечего тут делать. Они свою работу выполнили на вражеской базе. ГГ. Ага, вот так. Все, ладно. IG все-таки сдаются. Там Мэма решает все. Пока он не напишет, видимо, будут играть. Слушай, ну он главный в этой команде остался. Оно и понятно. Смотрю, он и на драфтах, и... Все решения наверняка за ним. Да, но победить не получается с молодежью вообще никак. Очень тяжело даются игры, конечно. Супертрудно. Пока предсказуемо очень. Пока очень предсказуемо. Даже несмотря на то, что серьезной мотивации в Астер не было. Но при этом Астер не стали что-то изобретать, да. То есть обычный метовый драфт, морфлинг, на котором знают, что можно затащить в любой ситуации. Просто пошли выиграли. Они тоже хотят заработать лишние очки. И очки, как показывает практика прошлого года, очки нужны всегда. Теперь эти лишние сколько? К 120, да, между первым и вторым местом. За них придется бороться. 120 за второе, 300 за первое. То есть 180 разница. 180 за второе. А, 180 за второе? Да, за третье 120. Ну, то есть 120 лишних очков. Когда-нибудь точно пригодится. Особенно, если вспомнить, как Китай играет часто. У них же постоянно меняются места, да. То есть редко, когда одна и та же команда первое место всегда берет. Это не Южная Америка, где там три сезона подряд одна и та же могла взять. Или Северная Америка, где аналогичные ситуации были. Нет, здесь можно в первом взять первое, в втором четвертое, например. Это не то, чтобы плохо, но от трех четвертых мест тебе может очков не хватить после плохих выступлений, например. На самих мажорах. Поэтому здесь имеет смысл бороться за очки. С самого начала. Да, все так, друзья. Давайте просто ждать вторую карту. Может быть там что-то интересное нам IG предложат. А пока, 1-0. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!